Так уж случилось, что со времен совка, целые поколения людей, на постсовковом пространстве, оказались пораженными ментальным недугом, о котором мы уже несколько раз пытались рассуждать. Заключается он в том, что люди перестают воспринимать смысл некоторых понятий, и вместо их прямого значения, оперируют чем-то, не имеющим отношения к этому понятию. Наверное, это бездонная тема, и наверняка, на ней можно защитить не одну диссертацию. Но мы здесь коснемся только пары случаев, связанных между собой одной темой – войной в Азербайджане. Первая из них – защита в интерпретации армянского руководства. Тут интересно то, что в общем, всем понятно, что оно означает. Грубо говоря, это действие, изначально направленное для нейтрализации агрессии, защищающейся сторона, по определению. Ведет себя пассивно, до момента осуществления агрессии против нее. Она может предпринимать различные меры, но все они направлены на отражение уже состоявшейся агрессии, либо агрессии потенциальной. А если эту конструкцию упростить максимально, то защита – это противоположность нападению или агрессии. И вот некто Пашинян призывает свое население формировать отряды добровольцев, от подростков и до стариков, включая и женщин, для того, чтобы защищать Армению. Он призывает собираться в группы по 30 человек, получать у военных инструктаж и выдвигаться на фронт для обороны Армении. По сути, то, что сейчас прямо вещает этот деятель, нужно расценивать как призыв к тотальной войне, где стирается грань между комбатантами и некомбатантами. А значит, он призывает граждан Армении вести войну неконвенционными методами. И это уже происходит. Азербайджанские войска уже взяли в плен группы ополченцев, многим из которых около 60 лет. Это довольно опасная практика, поскольку она выводит мирное население такой страны из-под защиты Женевской конвенции, регулирующей правила ведения войны, где гарантированы права мирного населения, не участвующего в войне. Своими призывами и заявлениями, Пашинян ликвидирует защищенный статус собственного мирного населения. По большому счету, эти действия уже формально попадают под определение «военное преступление», причем, против собственного народа. И тут мы подходим к определению «защита» или «оборона». Если это действительно действие в рамках оборонительной войны, то любое вменяемое правительство проводит соответствующую мобилизацию, которая переводит определенную часть населения в разряд комбатантов. Но остальное население все равно должно оставаться мирным и иметь этот статус. Всеобщая мобилизация, то есть призыв на службу, лиц всех возрастных категорий, подлежащих призыву, может осуществляться только при нападении неприятеля на страну и в том случае, когда регулярная армия и резервы, имеющиеся у командования, не в силах сдержать наступление противника. Но в данном случае о классической обороне не может быть и речи, поскольку на Армению никто не нападал. На ее территорию не ступил ботинок иностранного солдата, и потому термин «защита Армении» не имеет смысла, поскольку ее не от кого защищать, в принципе. Напротив, боевые действия ведутся на чужой территории, а раз так, то термин «защита» может применяться только и исключительно к азербайджанской армии. Ведь статус оккупированных Армения и территорий никто не ставил под сомнение. Как отдельное государство, так и ООН признают эти земли азербайджанскими, но временно оккупированные агрессором Армения. Тем не менее, Пашинян усиленно использует призывы к обороне, хотя на самом деле он призывает к продолжению агрессии против Азербайджана. И в своем захватническом, агрессивном стремлении он готов бросить в мясорубку ту часть населения, которую нельзя превращать в комбатантов. То есть, всякий раз, когда Пашинян призывают что-то там защищать, на самом деле он призывает к агрессии против соседней страны или удержанию территорий, которые Армения оккупировала в ходе реализации своих агрессивных замыслов. Это значит, что термин применяется не то, что неправильно, а в его противоположном смысле. Ну и второй термин, который сейчас использует Пашинян, миротворцы РФ. Он заявляет, что готов принять миротворческую миссию Москвы на территории оккупированного Азербайджана. То есть, глава государства Армения призывает главу государства РФ послать его миротворцев на территорию третьей страны, Азербайджана. Удивительно, что Пашиняна не растащила полостью, и он не призвал Москву направить миротворцев РФ во Францию, например, или в Германию. Почему нет? Логика тут равно такая же самая. Но вернемся к самому термину. Миротворец творит мир. Это значит, что вот сейчас мира нет. И Пашинян приглашает миротворцев, чтобы они его установили. Безусловно, как глава государства, он имеет право такое просить, но только в пределах собственной территории Армении. Но в Армении и так мир. На нее никто не нападал, ее территорию никто не оккупирует. Более того, он ведь не ООН просит послать миротворцев, а РФ. А это значит, он просит ввести какой-то воинский контингент. И как мы уже выяснили, только и исключительно на территории Армении. Но там уже стоит российский военный контингент. Причем, стоит давно. И если Пашинян не в курсе, российские военные даже имеют свою военную базу в Гюмри. Так каких же миротворцев он хочет? Ему бы хотелось, чтобы россияне зашли не в Армению, а в Азербайджан. И только для того, чтобы помочь армянам удержать злодейские захваченные территории. А это уже не миротворчество. В юриспруденции это называется соучастие. Причем, по Пашиняну, все громче плачет Гаага. И он хотел бы вымазать еще кого-то в эту историю. Вот и получается, что с этим термином тоже все получается шиворот на выворот. Но мы настолько находимся в инъерции совка, что просто не замечаем этих очевидных вещей. А ситуация проста. Армения обязана вывести из Азербайджана свои войска до последнего солдата. После этого, должен состояться международный трибунал, на котором должна быть дана оценка агрессору, и назначено наказание. Оно может быть как в виде контрибуций, так и в виде осуждения лиц, причастных к агрессии. А возможно, и то, и другое. Вот тогда ситуация будет выведена на ноль. И можно будет вернуть смысл простым термином, как эти, указанные выше.